всем привет на канале удачмен в самом начале качество звука я проверил я сейчас записал маленькое пробное видео и на удивление звук никуда не пропал звук есть все работает поэтому продолжаем этим видео я продолжаю нашу маленькую рубрику нам пишут и в данном случае сейчас я буду зачитывать вам комментарии которые ушли в спам и пока вы мне не ответите можно ли эти комментарии выпускать некоторые я конечно же освобожу выпущу из этого спама другие комментарии оставлю там до тех пор пока вы мне не скажете можно ли их вообще выпускать из этого спама или удалять комментарии вместе с их авторами сделаем вот так но в самом начале для тех людей которые могут сказать что я хочу этим людям сказать следующее во первых есть такое понятие как системные настройки звуковой карты если вы сами не можете настроить звуковую карту попросите своих родственников внуков они у нас сегодня вообще с этими гаджетами разбираются от и до ребенок идет в первый класс он еще не умеет ни писать ни читать но с компьютерами телефонами он разбирается лучше чем любой программист в конце восьмидесятых годов они вам помогут определить вернее установить звук системный так чтобы вы прекрасно слышали то что я говорю своих видео выпусках это первое второе есть один маленький нюанс на под названием компьютеры фирмы дель сегодня есть такое понятие минимализм и если компьютеру человека допустим вот такой вот толщины вот такой толщины и размером к примеру как маленькая коробочка 15 сантиметров на 15 сантиметров толщиной как я уже показал где-то сантиметра 3 у него встроен очень и очень маленький динамик системный звук который допустим когда вы смотрите видео на ю тубе он передает это видео даже если вы на полную катушку включаете звук звук будет если в комнате кто-то у вас разговаривает поэтому для то для людей которые имеют у себя дома в качестве вот это вот аппаратуры компьютеры фирмы дель я рекомендую просто напросто купить наушники хорошие наушники вот допустим или вот такие вот от фирмы виванка или томсон они недорогие они очень качественные хорошие их можно использовать годами и устанавливать при помощи этих наушников в ту громкость которая вас устраивает надеюсь что на вопрос иногда появляющиеся у меня под видео на канале от различных пользовательниц странно до пользователи не пишут ничего о том что звук есть или звука нет но вот пользовательницы пишут практически все ну вот именно все комментарии которые попадают от пользовательниц ко мне на канал секундочку сейчас есть коры картиночку приберу немножечко в стороночку то все эти комментарии но буквально один раз в неделю появляется ли два раза неделю такой комментарий что вообще ничего не слышно сделайте что-нибудь со звуком что я могу этим людям сказать я не буду их обижать тем что извините но может быть у вас системные настройки неправильно поэтому то что я сказал вначале обратитесь за помощью к своим знакомым или родственникам или детям внукам которые действительно разбираются в системных настройках и смогут вам помочь в настройке звуковой карты на вашем компьютере или смотрите на телевизоре в телевизоре можно сделать громкость полу побольше и так сегодня мы продолжаем нашу рубрику нам пишут и вот у нас появилась одна недавно появилась одна пользовательница по имени ирина кулала его она несколько комментариев мне оставила под видео выпусками и под одним из стримов вернее под одним из видео выпусков я и написал давайте так мы сегодня с вами пообщаемся в живую я сейчас в 10 часов утра запускаю стрим если имеете желание давайте приходите высказывайте свои претензии или предъявляйте какие-то там не знаю права но эта женщина или кто она девушка она просто-напросто убежала в пасы пости бизонов и увы не появилась на том стриме хотя я уверен что на комментарии тот прочла поэтому сейчас я зачитываю ее комментарии которые вернее ответы на которые ушли в спам ее комментарии относился к моему последнему видео ну как последнего к видео которое вышло 27 октября под названием комментарии израильского эксперта Гая Каца к теме ООН и отношения вот к этим реакциям действиям Хамаса и Хизбалы и так далее вот что она написала Израиль нападает а ООН осуществляет пассивную защиту от этого нападения вы призываете эту защиту убрать вообще пусть Израиль нападает свободно и ни в чем себе не отказывает а почему вам не пойти и дальше и например полицию с улиц Германии не убрать ведь она тоже иногда выглядит пассивной миротворец в кавычках вы наш доморощенный вот что она мне написала то есть эта женщина посчитала что та статья которую я прочитал это не статья это мое личное высказывание по отношению к Израилю и естественно на том стриме я уже сказал все что я по этой теме думаю попросил людей обращать внимание на то что если я смотрю в камеру то это мои слова если я вот так вот отворачиваюсь и начинаю говорить что-то в камеру но глаза мои находятся в стороне значит это я читаю материал заранее подготовленный для зрителей канала такое вот делаю ну конечно же я этой женщине написал что если вы хотите давайте через 15 минут мы схлестнемся в баталии на прямом эфире но она не пришла видно возникли неотложные дела ну ладно бывает так вот понеслась комментарии которые допустим ушли в спам это были ответы на ее комментарий и вот один из комментариев написала пользовательница и на гамбург комментарии следующий израиль не нападал и не нападает напали на израиль год назад и убили за один день 1500 мирных жителей и детей у вас что склероз и израиль защищает себя нападая на террористической организации в газе и ливане разницу видите или совсем себе мозги уже ну скажем отморозили из-за одного последнего слова вот конечно не отморозили тут написано несколько немножко другое комментарий ушел в спам поэтому этот комментарий я просто-напросто отпускаю чтобы все его видели и читаем дальше комментарии которые у нас по уходили здесь вообще скажем так на жесткую цензуру я сейчас сдвину камеру в стороночку чтобы можно можно было читать эти комментарии ну тут конечно же многие люди которые приходят к нам на канал уже тоже знают кто такая аналена бербок это министр иностранных дел германии эта дамочка которая ежемесячно тратит по несколько тысяч только на свою прическу чтобы выглядеть более-менее красиво а не как она как-то выразилась как гробокопатель вот что с прической что без прически ты так и выглядишь вот мы поэтому еще один комментарий который ушел в спам но я его вам все-таки зачитаю пользователь под ником николай написал бербок это комбала без мозгов как она попала вообще на эту должность для меня что бербок что грета тунберг это с одной мусорки опять-таки из-за некоторых слов этот комментарий ушел в спам я подожду пока вы скажете можно ли этот комментарий выпускать из спама или нет в течение месяца он остается вот в этой папочке спам естественно что что интересно вот по этому комментарию грета тунберг всем вам прекрасно известно что у нее синдром аспергера она аутист и эта девочка которая зациклена на своих личных каких-то амбициях на своих каких-то целях если аутист замыкается на чем-то одном то сдвинуть его с этого направления в какое-то другое очень и очень тяжело даже опытным психологом или психотерапевтом поэтому все не и европейские политики в том числе и урсула фон дер ляйен прекрасно зная о том что у этой девочки такой вот синдром такое заболевание тем не менее они приглашали ее несколько раз на выступать в европарламенте эта девочка корчила истерики там перед микрофоном высказывала всякие непонятные высказывания типа вы украли мое детство и так далее девочка живя высокоразвитой индустриальной стране воды под названием швеция посмотрела на то как живут дети в африке и потом уже говорила сравнивая их детство и свое детство с тем у кого детство украли но политики пользовались ею этой игры той тунберг как иконой для того чтобы продвигать какие-то свои скажем так идеи или будущие проекты в жизни ну а многие подростки молодежь в частности голландская датская немецкая подхватили эту грету и сделали из нее вторую жанну дарк правда сегодня скажем так авторитеты этой ненормальной жанны дарк немножечко опустился после того как она начала активно принимать участие в демонстрациях за палестину в антисемитских демонстрациях в с выкриками пропалестинских лозунгов и так далее ее именно вот этот авторитет среди в первую очередь немецкой молодежи не знаю как там голландии но среди немецкой молодежи несколько пошатнулся если не сказать больше опустился чуть ли не ниже плинтуса но тем не менее есть такие же люди как она с таким же интеллектуальным развитием которые все еще уверены в том что грета говорит правду ну так вот еще у нас один комментарий вернее на комментарии который был опубликован под видео от 27 октября сейчас я вам зачитаю комментарий потом ответ если бы америка не поддержала израиль то ее его давно бы обнулили а мусульмане обнуляют европейскую культуру папа римский целовал башмак африканцу неважно какой пост тот занимал но это было сигналом для всех остальных честно сказать когда люди каких-то обычных простейших действиях или высказываниях видят какой-то знак или сигнал то значит я не хочу не допустим обвинить именно этого человека который написал этот комментарий в чем-то но у людей значит что-то скажем так не спите ни в коем случае не с психикой у людей просто мания преследования или они привыкли жить по схеме два треугольника основа всей вселенной или все что круглое это все идеально все что квадратное должно быть уничтожено они привыкли под под подгонять все вокруг них происходящее под какую-то определенную формулу или систему знаков это очень плохо потому что люди таким образом отгораживаются от происходящего вокруг замыкаются на своих каких-то мыслях или каких-то мировоззрениях не хотят расширять свой кругозор и поэтому высказывают иногда вот такие вот вещи допустим от того что хорошо вспомнили лет десять или сколько назад путин поцеловал мальчика на красной площади в живот это знак для всех остальных то есть ребенок скоро придут такие-то такие так получается видеть абсолютно в каждом простом движении какие-то знаки или какие-то высказывания оракулов это тоже не камильфо скажем так и вот на этот комментарий был ответ который ушел в спам повторяюсь если вы скажете что в этом ответе нет ничего крамольного этот ответ будет открыт для всеобщего обозрения сейчас же читаю ответ на этот комментарий все войны израиль выигрывал без твоей америке учи недоучка историю израиля скорее всего комментарий ушел в спам из-за слова недоучка сейчас последний год особенно вот эти вот ютубовые администраторы подключили искусственный интеллект к фильтрации абсолютно всего на ютубе видео какие-то посты публикации в вкладках сообщества комментарии особенно комментарии улетают в спам или просто-напросто удаляются даже не достигнув конечной точки свои допустим цели или не не дойдя до адресата или вообще человек написал комментарий нажал на кнопочку отправить комментарий был уничтожен сразу автоматически в этом вина не авторов каналов под которыми вернее на которых люди оставляют свои комментарии а это именно недоработки вот этого скажем так искусственного интеллекта то есть это машины роботы с жесткими фильтрами установленными простыми программистами не берущими в учет то что к примеру слова допустим недоучка может быть использована как просто оскорбление может быть использована как унижение а может быть просто использована как синоним того что человек допустим в школе пятой точкой отсидел место за партой и больше ничему не научился кроме как сидеть и ручкой рисовать на парте какие-то кривые дрожицы поэтому если вдруг вас ваш комментарий улетает куда-то вообще в неизвестность даже не приходит допустим у меня на канале во вкладку спам то в этом в первую очередь моей вины нет вообще вот теперь сейчас я хотел бы вам кое-что зачитать сейчас секундочку по теме религии между прочим вот я увидел пост это было на фейсбуке я увидел этот пост и в принципе он меня заинтересовал я подумал а почему бы людям на ютубе не знать то что написано к примеру на фейсбуке ведь не все из вас пользуются сетью фейсбук или допустим не все из вас пользуются теми ресурсами на фейсбуке которыми пользуюсь я поэтому я прочел вот этот вот пост публикацию и решил этой публикации поделиться опять-таки с вами тут конечно написано что автор вот этой публикации один знаменитый человек но я ставлю под сомнение авторство потому что когда жил тот человек допустим не было сотовых телефонов хотя бы хотя бы вот это вот все . закрыта вернее тема закрыта потому что с момента смерти этого человека прошло более 70 лет какие сотовые телефоны 70 лет назад итак публикация называется у бога нет религии а еще у бога нет канонов пяти столпов и правило не носить цветастую одежду ему все равно едим ли мы яблоки до спаса готовили молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана он не требует читать намаз совершать обрезание верить в то что мир основан на страдании ему не нужен наш двухнедельный пост постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими все это придумали сами люди слепили богов нарисовали иконы нанесли на белый камень орнаменты столетиями вели религиозные войны уничтожали рожеволосых женщин и тех кто думал иначе написали сотни книг разработали тысячи правил и ограничений осудили всех кто не выполняет микве не молится за умерших и не признает литургии и ничего за две тысячи лет не изменилось мы изучили языки пользуемся телефоном разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь но продолжаем убивать грабить врать и ненавидеть невзирая на иисуса кришну мухаммеда и буду мы ссоримся на улицах и вагонах метро имеем сотни врагов и половину друга играем в прятки и подделываем голоса носим маски и искусственные клапаны и напрочь забыли для чего живем дышим из цежевое молоко и даже не догадываемся что пришли на эту землю с одной единственной задачей обрести счастье вот ну в принципе да в принципе да это довольно таки я не знаю честно кто автор вот этой вот публикации но она заслуживает внимания со стороны всех людей которые могут ее прочесть или услышать вот поэтому когда допустим нам кто-то говорит что а чё ты сегодня мясо ешь сегодня ведь постный день можно просто-напросто этому человеку сказать ну хорошо хорошо сегодня постный день но это не значит что я не имею права есть допустим то что я должен есть потому что к примеру я работаю на тяжелом производстве нужно так сказать да допустим те кто работает в металлургии или на автоиндустрии действительно на тяжелом производстве он на одной веганской диете долго не протянет протянет ножки поэтому когда все зависит от самого человека от его сферы деятельности от его условий проживания от работы и если человек будет строго действовать церковным канонам которые придуманы сами самими же людьми то человек просто-напросто будет потерян в первую очередь для себя ну а потом уже для общества ведь никто же нас на работе не спросят а чё это ты сегодня такой вялый такой плохой а норму не делаешь ты что заболел иди тогда на больничный а естественно на больничном зарплата нам выплачивается но тоже не 60 процентов от общей поэтому увы все разные вот эти вот правила каноны каких-то вот эти все это нарративы религиозные все это придумано людьми для того чтобы зажать в первую очередь волю и разум человека в определенные рамки и границы вот и все ну вот такое у нас сегодня получилось с вами видео короткое не короткое судить вам лично но я думаю все таки продолжать эту тематику вернее рубрику нам пишут ну и конечно же давайте мы с вами опять вернемся к звуковым настройкам если у кого-то как я сказал в начале на компьютере очень и очень плохой звук значит это уже не моя вина потому что я звук делаю действительно на полную громкость это вина той техники которая которую стоит у вас на столе допустим или если у вас системная карта системные настройки звуковой карты поставлены по минимуму значит нужно чтобы кто-то пришел и помог вам сделать так чтобы звук у вас был нормальный ну а касательно вот этих маленьких компьютеров от фирмы дель или вот этих вот макинтошики яблочки ипл компьютер ипл там просто вообще монитор с подставкой и маленькая подставочка вот это вот и есть весь компьютер сейчас делают даже компьютеру так вот размера как вот этот мышка да и над вот этой вот мышкой стоит огромный монитор и все что у вас находится в этой мышке вот это есть компьютер вроде в голове не укладывается на самом деле так оно и есть и естественно в таком мосюпеньком компьютере никакого динамика не будет там роль звуковой карты играет маленькая нашлепка микросхема на простой мосюпенькой платье и если у вас монитор не содержит никаких допустим динамиков то увы вам поможет вам помогут только наушники поэтому для всех желающих просто поддеть что типа нет звука вы просто обратите внимание на то что допустим под одним видео собирается к примеру 50 или 100 комментариев и среди всех этих комментариев которые обсуждают тему заданного видео появляется вдруг один который пишет что ну вообще ничего не слышно ну сделайте что-нибудь со звуком вам не кажется что проблемы уже не у того кто делал видео а проблемы у того кто написал этот комментарий потому что если бы звука в видео не было то абсолютно все комментарии писали бы блин сапожник у тебя нету звука ну и некоторыми начал просто писать да там не только звука там и картинки то нету вот вот такие вот были дела вот такие были на сегодня новости не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить свой адекватный комментарий поставить пальчик вверх нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео выпусках у нас на канале желающие это не принудительно это добровольно поддержать наш канал финансово всегда рады ссылки на ресурсы с донатами под каждым видео в описании или же напрямую через paypal тоже в описании каждому видео ну и конечно не забывайте о том что я всегда вам говорю не болейте потому что здоровье это главное было бы здоровье остальное приложится ну что ж всем удачи пока пока